Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа о домашних животных Зооакадемии. Я ее ведущая Елена Скрипник. Сегодня у нас с вами очень интересная программа. И тема ее не менее интересная. Мы поговорим об экзотическом животном. Причем, если его увеличить волшебным образом в несколько раз и добавить огня, получится настоящий дракон. Ну да, что-то вообще есть. Вот, есть. И, кстати, вот этот голос, это Елена Осипенко. Сейчас я вам представлю ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным ветеринарного центра Купчина. Елена Осипенко, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за приглашение. Как вам моя подводка о том, что еще чуть-чуть добавить огня и увеличить получится дракон? Ну, в общем-то, да, дракон. Главное, чтобы этот дракон был желанным в вашем доме. Вот. И, кроме того, конечно, зеленые игуаны – это совсем не дракон, это просто ящерица, которая обитает в Южной Америке, относится к семейству игуанида и, что самое актуально, к классу рептилий. То есть это действительно совсем экзотическое животное. Привыкнуть к нему и правильно его содержать намного сложнее, чем содержать многих других, более близких нам животных, таких как собаки, кошки, крыски, морские свинки, шиншиллы и прочие млекопитающие. Тема нашей сегодняшней программы – игуаны или как приручить дракона практически. Рассказывайте, у вас ведь дома есть игуаны. Да, в настоящий момент у меня живет одно животное, причем как бы заводила я его не специально. То есть это не было моей голубой мечтой – завести игуану. Это связано с тем, что я, наверное, очень счастливый человек, я работаю с разными видами экзотических животных, поэтому у меня нет постоянного соблазна завести разную экзотику у себя на дому. Эта игуана попала ко мне от очень хороших моих клиентов, они очень ответственно относились к содержанию животного, завели игуану, содержали ее, консультировались со специалистами, лечили ее строго по рекомендациям, и она была очень здоровой, хорошей самкой. Кстати говоря, они думали, что это самец. Но в один прекрасный день они позвонили мне и попросили по возможности забрать ее в ближайшее время. И когда я стала спрашивать, с чем это связано, это было связано сразу с несколькими моментами. Во-первых, когда они ее заводили, они думали, что она по интеллекту практически то же самое, что и собака. Это, конечно, не совсем правильно – завозить игуану, рассчитывая на то, что она будет, например… Волнять команду, они хотели, чтобы она что-то вставала на задние лапы, держась хвостом. Нет, они, конечно, не хотели это в такой утрированной форме, но тем не менее, прожив с игуаной порядка, наверное, полутора-двух лет, и хорошо заботясь о ней, они просто захотели ее отдать. Им надо это было сделать в ближайшее время. Второй причиной был то, что семья не ездила в отпуск. Им было не с кем оставить рептилию. Хотя с другими животными, в частности с кошками, у них такой проблемы не возникало. И, в общем-то, они просто пришли к выводу, что это не совсем то животное, с которым они хотят провести 10 лет своей жизни. Так эта игуана попала ко мне. Они ее привезли ко мне, они просто не очень хотели ее продавать, или чтобы она пошла из-за рук в руки. И вот так она и осталась. Кстати, мальчик оказался девочкой. У нее есть имя девочки? Да, у девочки осталось имя, которое ей дали предыдущие владельцы. Имя Тюбик. 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 Потому что она была маленькая, длинная, и их ребенок назвал ее Тюбик. Ну, так Тюбиком она и осталась. Как жалко, что Тюбик сейчас дома не у нас здесь. Мы, конечно, понимаем, что это для нее было бы не очень удобно, не очень приятно. И вот по поводу температурных режимов мы, конечно, поговорим чуть позже. Насколько чисты случаи, когда заводят просто ради престижа игуана? Наверное, сейчас все-таки люди могут приобрести практически очень большой набор экзотических животных. И ради престижа, наверное, зеленую игуану, к счастью, покупают немногие. Потому что, может быть, слава богу, это животное, оно, конечно, интересное, красивое. Но, может быть, ради престижа пытаются завести более дорогостоящих животных. По крайней мере, я редко встречала людей, которые только ради того, чтобы похвастаться перед другими, их заводили. Чаще бывает такая ситуация, что, например, кто-то видит зеленую игуану у друзей. Это зеленая игуана ручная. Люди думают, вот как здорово, как круто. Да, и я хочу так же. И тут они заводят зеленую игуану. Но зеленые игуаны, они индивидуальны, так же, как и мы. И если у вашего знакомого абсолютно ручная, хорошая, социализированная игуана, это абсолютно не значит, что у вас обязательно будет абсолютно ручная, ласковая, хорошая игуана. Во-первых, надо иметь в виду то, что вам потребуется не только приобрести игуану, но и приобрести необходимое для нее оборудование. Очень часто перед Новым годом, перед 8 марта мне звонят на мобильный телефон. Самые разные люди, обычно молодые люди говорят что-нибудь вроде такого, вот вопроса задают. Доктор, подскажите, как мне купить здоровую зеленую игуану, потому что я хочу подарить ее девушке. Я обычно говорю, спрашиваю, хочет ли он приобрести зеленую игуану для девушки вместе с террариумом. Если он говорит, что нет, я рекомендую подарить девушке террариум и все необходимое оборудование, а игуану она уже выберет сама и купит. Потому что, в принципе, основная материальная сторона и нагрузка, она лежит на приобретении террариума и необходимого оборудования. Вот, кстати, хорошо, что мы заговорили об этом, поэтому сейчас по порядку. Да, вот если человек решил завести игуану, вот давайте сначала с вопроса, где ее приобрести. Ну, игуаны продаются сейчас практически везде, и с рук, и на рынке, и в зоомагазинах. Когда вы покупаете экзотическое животное, вы, естественно, должны использовать не только, не быть очень доверчивыми, но использовать свои глаза и внимательно смотреть за животным. Если вы покупаете зеленую игуану, например, в зоомагазине, то вы можете посетить его несколько раз, посмотреть, как животные себя ведут, как их кормят. Вот, необходимо обратить внимание на то, как содержится животное в самом магазине. Да, например, если у игуаны в магазине нет ультрафиолетового облучения, нет обогрева, нет никакого источника влаги, там сухо, как в пустыне, то, в принципе, животное уже изначально неправильно содержится. Если вы приходите на рынок и видите зеленую игуану, которая сидит в наших погодных условиях, да, летом, пускай, но у нас холодно все равно, в клетке, то, наверное, тоже не стоит покупать такое животное. Вот, вы можете ее внимательно осмотреть. Она должна быть, прежде всего, не истощена, да, то есть надо посмотреть на основание хвоста. Хвостик должен быть таким плотным, упругим, и в области, где ножки соединяются с туловищем, там не должны проглядывать все косточки таза. Она должна быть равномерно, относительно равномерно окрашена, должны быть на месте все чешуйки, должны быть на месте пальцы. Животное должно хорошо передвигаться на всех конечностях. Ножки не должны быть раздутыми. Надо очень внимательно это перечислять, и я думаю, что надо просто ее рассматривать и рассматривать. Надо рассматривать и рассматривать, потому что, в принципе, вы покупаете животное, которое проживет с вами достаточно долго. И если вы собираетесь завести зеленую игуану, я бы рекомендовала купить маленькую зеленую игуану, совсем малышку, 75-100 грамм, и вырастить ее самому. Во-первых, у вас тогда будет возможность приручить животное. Во-вторых, когда вы покупаете зеленую игуану взрослую, в принципе, это кот в мешке, потому что многие заболевания у игуан, они не проявляются симптоматически до тех пор, пока они не находятся уже в очень такой запущенной стадии. И поэтому, в принципе, покупая просто крупную взрослую игуану, вы можете запросто купить животное уже с имеющейся почечной недостаточностью. Потом это все очень долго и кропотливо лечить. Ну, в принципе, да, конечно. Особенно если вы успеете заметить, что это заболевание есть до терминальной стадии. Вот мы сейчас говорили о том, что лучше все-таки приобрести сначала домик для игуана и оснастить, а потом уже идти в магазин и выбирать. Вот что должно быть в домике для игуана? Ну, во-первых, прежде всего, если вы собираетесь завести игуану, я бы рекомендовала вам прочитать всевозможную литературу. Сейчас существует множество книг на русском языке, вполне доступных, в которых очень детально описано, как надо устраивать домик для игуаны, как за ней ухаживать, кормить и так далее. Там должен быть свет, температура. Домик должен быть, естественно, прежде всего, это температура. Поскольку игуаны относятся к рептилиям, то все рептилии холоднокровные. И они не могут поддерживать температуру своего тела сами, например, с помощью кофточки или шарфика. Мода для игуаны, представляете себе такое? Да, то есть должен быть другой источник тепла. Например, обычная зеркальная лампа может служить источником тепла. Должно быть обязательно ультрафиолетовое облучение. Сейчас продается целый набор различных ламп, которые подходят и для игуан. Должна быть высокая влажность. Игуана – это древесное животное, да, то есть должна быть коряга, террариум вертикального типа. И должен быть бассейн с теплой обогреваемой водой, потому что животное должно плавать. Кстати говоря, игуаны очень хорошо плавают. И многие владельцы в домашних условиях поступают абсолютно правильно. Они приучают игуан и позволяют игуанам плавать в ванне. Во-первых, прежде всего… Там есть где размахнуться, если ванна еще побольше. Да, если игуаны еще маленькие. Еще, да, да. Потому что, конечно, когда они вырастают, вы приобретаете сначала ящерицу, которая весит 75-100 грамм, помещается у вас на ладошке, и тут где-то свисает хвостик. Вот, при хорошем содержании вам надо рассчитывать на то, что это животное может весить 3,5, даже более килограмм. И стать очень и очень крупным, да, там полтора с чем-то метра в длину, включая хвост. Включая, если метр, еще хвост, в ванна не поместится. Да, хвост у них очень длинный. Да, конечно, очень крупные особи встречаются редко, но это бывает. И, соответственно, за время жизни этой игуане потребуется не один террариум. Это необходимо, опять же, помнить, потому что, когда игуана маленькая, у вас маленький террариум, это небольшие такие хлопты. А когда террариум большой, вам, во-первых, даже помимо самой стоимости террариума, вам надо подумать о том, куда вы его поставите. Хорошо, если у нас действительно есть место, или если нет места, то есть большое желание выделить это место под игуану. Кроме того, конечно, когда вы покупаете маленькую игуану, это абсолютно безобидное животное. Когда у вас, например, полувозрелый самец, огромный, большой и в гоне, то он может проявлять значительную агрессию. Игуаны могут кусать, когти у игуан не втягиваются, как у кошек, и они очень сильно царапаются. Помимо этого, у игуаны есть еще такое оружие, как хвост. То есть, когда игуана сердится, она может достаточно здорово хлистануть хвостом. И я получала удар хвостом от игуан, когда я доставала их из террариума. Они злятся. Они злятся, да, это неприятно. Чем кормить? Они же у нас вегетарианцы. Они вегетарианцы, да. Это, кстати, еще одна из причин, почему люди их заводят. Потому что, когда человек хочет завести змею или, например, варана, ящерицу, они начинают задумываться, люди, естественно, о том, чем их кормить. И, например, кормить мышами может не каждый, и это может оказаться очень неудобным. Вот, игуаны – растительноядные ящерицы. И их рацион должен составлять в основном овощи, в небольшом количестве фруктов и ягоды. Надо стремиться к тому, чтобы приучить игуану есть разные овощи. То есть, например, наверное, нецелесообразно кормить игуану исключительно зеленым салатом. Таким образом, можно приобрести дефициты витаминов и минералов. То есть, кормление рациона не будет сбалансированным. Мало того, что, в принципе, наши растения, которые мы предлагаем ей, отличаются от растений в Южной Америке. Надо стараться, чтобы игуана ела, например, до 10 наименований. Они часто любят есть от листа. Если, например, эта проблема встречается, то, естественно, целесообразно нарезать салат, салат, одуванчики, тыква, перец, редиска. Я думаю, это не очень затратный рацион такой. Нет, это не затратный рацион. И учитывая, честно говоря, насколько доступны у нас сейчас самые разнообразные фрукты, овощи в течение всего года, я думаю, что содержать игуану, естественно, может в этом плане каждый человек. Другое дело, каков аппетитовый игуан? Например, у меня девочка сейчас весит порядка, наверное, полутора килограмм. Она съедает запросто пучок зелёного салата, и там ещё, например, парочка персиков и нектарин долечек нарезаны, и туда же перчик. И, в общем-то, она готова кушать таким образом каждый день по целой симпатичной мисочке. Ух ты! Вообще она капризная у вас, барышня? Ну, меня очень сильно не покапризничаешь, да. Очень важно добавлять в корм, например, витамины, минеральные подкормки, и витамины специально изготавливаемые для рептилий. Один раз, я помню, она не очень захотела съесть один порошочек кальция, но в результате, в принципе, поскольку я была уверена, что это не просто её капризы, и что она здоровое животное, один день голодной диеты, и салат с витаминно-минеральной подкормкой был съеден мгновенно. На раз просто. На раз, да. А вот по поводу когтей и зубов, ну, не стоит, наверное, раздражать игуану, потому что фотографий очень много, кстати, в интернете, все эти безумно порванные руки, зашиты, это всё очень крупным планом, очень как-то так боязно становится общаться с игуаной. Ну, вы знаете, честно говоря, меня игуаны пока что ещё практически не кусали, да, несмотря на то, что я с ними работаю. То есть надо соблюдать осторожность. Ну, во-первых, если вы выращиваете игуану, она может действительно стать абсолютно ручной. Во-вторых, животное, как правило, всегда вам показывает. Хочет оно, чтобы вы его трогали, не хочет. Да, если ей это не нравится, она поменяет форму тела, встанет на лапы, попытается казаться ещё больше, да, начнёт листать хвостом. Вот да, вот вы сейчас уже начали говорить. Я предлагаю, извините, что перебила, мы сейчас посмотрим сюжет, который посвящён тому, как найти общий язык с игуаной, а потом вот вы и продолжите свой рассказ. Хорошо, давайте посмотрим сюжет. Дракон – мифическое чудовище. Классика – это ужасное огнедышащее существо на куче золота в мрачной пещере. Оно агрессивно, непредсказуемо и развлекается охотой на рыцарей. Драконы умны, хитры, невероятно сильны и обожают собирать сокровища. Чуча – сама настоящее сокровище. Появилась в семье Александры и Алексея в прошлом году. Она умещалась на ладони и любила сидеть у Александры на голове. Сейчас чуча совсем взрослая. Все думают, игуаны флегматичны, хладнокровны и неподвижны. Чуча совсем не такая. Если на улице солнышко, и мама с папой, соответственно, мы с мужем дома, с утра начинаются побеги с террариума на окошко, с окошка в террариум. Спать мы никому не даём. Древние братья-драконы гордились бы ею. Пусть вместо пещеры с сокровищами у неё светлый террариум, к врагам чуча по драконе беспощадно. Пушистая зелёная тапка куплена хозяевами для устрашения, но устрашённая сама бежит с поля боя. Чуча – воин и всегда отстаивает свою территорию. Молотит врага хвостом, нападает и пытается укусить. Чтобы не попасть в просак, помните, если ягуана злится, тело её становится напряжённым, а кожа темнеет. Лучше не попадайтесь тогда вашему дракону под руку, то есть под хвост. Хвост у чучи бьёт до синяков, а пасть – серьёзная пасть, хоть и не дышит огнём. Предания гласят – у драконов есть чары. Единственный способ избежать гипноза – не отказываться от контактов, иначе это разозлит вашего огнедышащего собеседника. Но и самое доброжелательное общение порой чревато. Царапается, конечно, но когти, вот сами можете посмотреть, они довольно-таки острые, как у кошки. Вот они. Вот сам коготок и наконечник. Царапается в основном сам как наконечник. Но очень острый. Мы его подстригаем. Подстригаем так, чтобы он был тупенький. Это очень больно, на самом деле, это очень больно. Это очень неприятно. Поначалу это было, конечно, нормально, но потом... Нет, это не со злости, это... Раны, оставленные драконом, серьёзны, но когда он сыт, довольен и весел, может и пококетничать. Чуча, как настоящая женщина, может смотреться в зеркало часами. Особенно перед водными процедурами. Счастливый дракон выглядит расслабленным и более зелёным. Яркость окраски напрямую зависит от яркости удовольствия. Только в этот момент и можно приласкать дракона. Он будет благодарен. А благодарность дракона, знаете ли, дорогого стоит. Биологи вот называют игуан хладнокровными. Чуча темпераментная, своенравная, подвижная, но понять её поступки и эмоции непросто. Так что назвать игуану хладнокровной – прогневать сказочных драконов. На самом деле, игуаны бывают очень ручными, которые идут практически на руки к любому человеку. Но тут надо помнить об их когтях. Тем не менее, передвигаясь по вам, игуана, в принципе, вас может оцарапать. Поэтому есть несколько вариантов, в том числе общаться с игуаной, одевая одежду с длинными рукавами, если вы не хотите ходить царапанной. Я своим животным подстригаю когти, потому что я предпочитаю, чтобы общение с игуаной доставляло мне максимальное удовольствие. Если ваша игуана капризничает и как-то ведёт себя так, как вам не нравится, вы как ведёте себя с ней? У меня как-то всё-таки всё немножко попроще. Видимо, я ветеринарный врач, и мои животные обычно делают то, что я хочу. То есть, в принципе, да, это касается не только игуаны. Игуаны чувствуют, в принципе, вот как и другие животные, например, страх. Если вы реально боитесь игуану, и вы пытаетесь до неё дотронуться, она хлещет хвостом, встаёт на лапы, вас отпугивает, вы постоянно отдёргиваете руки, она видит, какой отличный эффект это производит, то, в принципе, она, безусловно, к этому привыкнет. То есть, получается, что она хозяйка положения. Она станет хозяйкой положения. Поэтому, в принципе, конечно, если вы действительно очень боитесь своего животного, ну, во-первых, надо подумать, стоит ли заводить игуану, чтобы её потом бояться. Но бывают такие ситуации, что, например, муж хочет игуану, да, он заводит её, он там ухаживает, а жена её просто боится катастрофически. Вот, обычно я пытаюсь показать в такой ситуации, что это животное не страшное, что его можно фиксировать голыми руками и доставать, и общаться. Но если действительно страх одного из членов семьи присутствует, и ему приходится общаться с этим животным, ну, тогда целесообразно одевать не только длинный рукав, но ещё, например, кожаные перчатки. А правда, что если она вцепится своими великолепными зубами в руку, её будет очень сложно вообще отодрать? Прежде всего, надо постараться, чтобы вас не кусали, да, не надо засовывать в гуане руку в рот по ошибке, не надо заниматься такими вещами, как, например, целовать своего самца в гоне. Например, у самца период агрессии, ему всё равно, любимая вы хозяйка или нет. Он кусает вас за лицо, а вы потом расстраиваетесь, что он вас предал. Это абсолютно неправильный подход, да. Просто не надо изначально провоцировать животное на такие поступки. Не нужно ли вовремя. Правильно, да. Второй момент. Если вас укусила игуана, конечно, будет сложнее, если вы находитесь одна или один в помещении с ней. Если у вас кто-то есть, то вы, в принципе, должны попросить этого человека разжать челюсти и снять её. Не стягивать с вас, да, потому что иначе вас будут рвать эти мелкие зубки. Всё вместе с мясом. Ну, не до такой степени, это всё-таки не крокодил, но тем не менее это болезненно. Вот снять, разжать челюсти можно либо руками, либо использовать какой-нибудь предмет. То есть настолько она сильно захватывает. Да, что её очень тяжело снять. Особенно, естественно, не если это маленькое животное. Если это маленькое животное, оно безобидное, ему намного сильнее. Вокруг быстро закрылся. Если это крупная игуана, то, естественно, её надо снять. А если нет никого дома, что делать? Если нет никого, значит, надо взять подручное средство, которое по возможности не травмировать игуану. Да, конечно, надо тут думать, кого вы любите больше, себя или игуану. Вот, ну, например, не знаю, если вы любите суши, да, палочки деревянные или какой-нибудь кухонный предмет, просовывайте, используйте как рычаг. Просто, чтобы открыть. Да, но опять же, этот совет надо использовать разумно, потому что что вы можете сделать? Вы можете сломать игуань и челюсть. Да, то есть надо, то есть внимательно подумайте о том, что вы хотите сделать прежде всего. Если её теоретически просто оставить на руке, то когда-нибудь ей надоест, и она сплюнет вас. Поплюнет. Скажите, Лена, за что вы любите игуану? Сложно сказать. Кто-то смотрит, там, не знаю, на крысу и хочет заводить 8 штук. Да. Кто-то смотрит на Веркшельского терьера и мечтает, чтобы он жил вместе с ним. Мне очень нравятся рептилии, наверное, за их приспособливаемость и за их способность выживать. Они идеально приспособлены к жизни. Да, например, крокодилку. Лежит такая тушка, и, казалось бы, не двигается. Он замечательный охотник, только засунь туда руку и, в принципе... Получишь результат. Да, получишь результат. Игуаны тоже, безусловно, очень приспособлены для своей среды обитания. Но в домашних террариумах они очень красиво смотрятся. Они, безусловно, очень красивые ящерицы. И за ними очень интересно наблюдать. Я вот каждый день практически вижу, как ест моя ящерица. Я каждый раз с удовольствием на это смотрю. Вот. Они отлично лазают. Они очень красиво плавают. И, в принципе, они, безусловно, очень интересные животные. В принципе, это тоже приятный момент общения с ними. Да, то есть, в принципе, например, 25 птиц в комнате я бы, наверное, не смогла пережить хорошо и жить с ними, и быть счастливой. Ну, это очень много. Да? Нет, ну, а 25 черепашек вполне ничего. Я думаю, что они бы не раздражали меня своим присутствием и, может быть, даже приносили радость. Но, правда, я не завожу 25 и никому не советую. Лучше заведите одно животное и хорошо за ним ухаживайте, нежели 125 и всем не очень хорошо. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, хоть и без животного, но всё равно этот разговор получился у нас очень интересный. К тому же такие фотографии были очень яркие, красочные, хоть и игуаны были огромные. А телезрителям хочется пожелать, если вы всё-таки надумали завести себе экзотическое животное, хорошо подготовьтесь к этому мероприятию. И заводите, наверное, то животное, которое вы действительно любите. Всего вам хорошего и до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа о домашних животных Зооакадемии. Я её ведущая Елена Скрыпник. Сегодня у нас с вами очень интересная программа и тема её не менее интересная. Мы поговорим об экзотическом животном. Причём, если его увеличить волшебным образом в несколько раз и добавить огня, получится настоящий дракон. Ну да, что-то вообще есть. Вот, есть. И, кстати, вот этот голос – это Елена Осипенко. Я с вами представлю ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным ветеринарного центра Купчино. Елена Осипенко. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за приглашение. Как вам моя подводка о том, что ещё чуть-чуть добавить огня и увеличить получится дракон? Ну, в общем-то, да, дракон. Главное, чтобы этот дракон был желанным в вашем доме. И, кроме того, конечно, зелёные игуаны – это совсем не дракон, это просто ящерица, которая обитает в Южной Америке, относится к семейству игуанида и, что самое актуально, к классу рептилий. То есть это действительно совсем экзотическое животное. Привыкнуть к нему и правильно его содержать намного сложнее, чем содержать многих других, более близких нам животных, таких как собаки, кошки, крыски, морские свинки, шиншиллы и прочие млекопитающие. Тема нашей сегодняшней программы – игуаны или как приручить дракона практически. Рассказывайте, у вас ведь дома есть игуаны. Да, в настоящий момент у меня живёт одно животное, причём как бы заводила я его не специально. То есть это не было моей голубой мечтой завести игуану, это связано с тем, что я, наверное, очень счастливый человек, я работаю с разными видами экзотических животных. Поэтому у меня нет постоянного соблазна завести разную экзотику у себя на дому. Эта игуана попала ко мне от очень хороших моих клиентов. Они очень ответственно относились к содержанию животных. Вот мы сейчас говорили о том, что лучше всё-таки приобрести сначала домик для игуаны и оснастить, а потом уже идти в магазин и выбирать. Вот что должно быть в домике для игуаны? Во-первых, прежде всего, если вы собираетесь завести игуану, я бы рекомендовала вам прочитать всевозможную литературу. Сейчас существует множество книг на русском языке, вполне доступных, в которых очень детально описано, как надо устраивать домик для игуаны, как за ней ухаживать, кормить и так далее. Там должен быть цвет, температура. Домик должен быть, естественно, прежде всего, это температура. Поскольку игуаны относятся к рептилиям, то все рептилии холоднокровные. И они не могут поддерживать температуру своего тела сами, например, с помощью кофточки или шарфика. Мода для игуаны, представляете себе такое? Да. То есть должен быть другой источник тепла. Например, обычная зеркальная лампа может служить источником тепла. Должно быть обязательно ультрафиолетовое облучение. Сейчас продается целый набор различных ламп, которые подходят и для игуан. Должна быть высокая влажность. Игуана – это древесное животное, да, то есть должна быть коряга, террариум вертикального типа. И должен быть бассейн с теплой обогреваемой водой. Потому что животное должно плавать. Кстати говоря, игуаны очень хорошо плавают. И многие владельцы в домашних условиях поступают абсолютно правильно. Они приучают игуан и позволяют игуанам плавать в ванне. Во-первых, прежде всего… Там есть, где размахнуться, если ванна еще побольше. Да, если игуаны еще маленькие. Еще, да, да, да. Потому что, конечно, когда они вырастают, вы приобретаете сначала ящерицу, которая весит 75 грамм, 100 грамм, помещается у вас на ладошке, и тут где-то свисает хвостик. Вот, при хорошем содержании вам надо рассчитывать на то, что это животное может весить 3,5, даже более килограмм. И стать очень и очень крупным, да, там полтора с чем-то метра в длину, включая хвост. Включая хвост. Если метр, еще хвост в ванне поместится. Да, хвост у них очень длинный. Да, конечно, очень крупные особи встречаются редко, но это бывает. И, соответственно, за время жизни этой игуаны завели игуану, содержали ее, консультировались со специалистами, лечили ее строго по рекомендациям, и она была очень здоровой, хорошей самкой. Кстати говоря, они думали, что это самец. Но в один прекрасный день они позвонили мне и попросили по возможности забрать ее в ближайшее время. И когда я стала спрашивать, с чем это связано, это было связано сразу с несколькими моментами. Во-первых, когда они ее заводили, они думали, что она по интеллекту, ну, практически то же самое, что и собака, да. Вот, это, конечно, не совсем правильно заводить игуану, рассчитывая на то, что она будет, например... Выполнять команды, они хотели, чтобы она что-то вставала на задние лапы, держась хвостом. Нет, они, конечно, не хотели это в такой утрированной форме, но, тем не менее, прожив с игуаной порядка, наверное, полутора-двух лет, да, и хорошо заботясь о ней. Они просто захотели ее отдать. Им надо это было сделать в ближайшее время. Второй причиной был то, что семья не ездила в отпуск. Им было не с кем оставить рептилию. Хотя с другими животными, в частности с кошками, у них такой проблемы не возникало. Вот, и, в общем-то, они просто пришли к выводу, что это не совсем то животное, с которым они хотят провести 10 лет своей жизни. Так эта игуана попала ко мне. Они ее привезли ко мне, они просто не очень хотели ее продавать, или чтобы она пошла из-за рук в руки. Вот, и вот так она и осталась. Кстати, мальчик оказался девочкой. У нее есть имя? Да, у девочки осталось имя, которое ей дали предыдущие владельцы. Имя Тюбик. 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 Потому что она была маленькая, длинная, и их ребенок назвал ее Тюбик. Ну, так Тюбиком она и осталась. Как жалко, что Тюбик сейчас дома и не у нас здесь. Мы, конечно, понимаем, что это для нее было бы не очень удобно, не очень приятно. И вот по поводу температурных режимов мы, конечно, поговорим чуть позже. Насколько чистые случаи, когда заводят просто ради, престижа игуан? Наверное, сейчас все-таки люди могут приобрести практически очень большой набор экзотических животных. И ради престижа, наверное, зеленую игуану, к счастью, покупают немногие. Потому что, может быть, слава богу, это животное, оно, конечно, интересное, красивое. Но, может быть, ради престижа пытаются завести более дорогостоящих животных. По крайней мере, я редко встречала людей, которые только ради, того, чтобы похвастаться перед другими, их заводили. Чаще бывает такая ситуация, что, например, кто-то видит зеленую игуану у друзей. Это зеленая игуана ручная. Люди думают, вот как здорово, как круто, да, и я хочу так же. Вот. И тут они заводят зеленую игуану, но зеленые игуаны, они индивидуальны, так же, как и мы. И если у вашего знакомого абсолютно ручная, хорошая, социализированная игуана, да, это абсолютно не значит, что у вас обязательно будет абсолютно ручная, ласковая, хорошая игуана. Во-первых, надо иметь в виду то, что вам потребуется не только приобрести игуану, да, но и приобрести необходимое для нее оборудование. Очень часто перед Новым годом, перед 8 марта мне звонят на мобильный телефон, самые разные люди, обычно молодые люди говорят что-нибудь вроде такого вот вопроса, задают. «Доктор, подскажите, как мне купить вот здоровую зеленую игуану, потому что я хочу подарить ее девушке?» Я обычно говорю, спрашиваю, хочет ли он приобрести зеленую игуану для девушки вместе с террариумом. С террариумом, конечно. Если он говорит, что нет, я рекомендую подарить девушке террариум и все необходимое оборудование, а игуану она уже выберет сама и купит. Вот, потому что, в принципе, основная материальная, да, сторона и нагрузка, она лежит на приобретении террариума и необходимого оборудования. Вот, кстати, хорошо, что мы заговорили об этом, поэтому вот сейчас по порядку, да, вот если человек решил завести игуану, вот давайте сначала с вопроса, где ее приобрести? Ну, игуаны продаются сейчас практически везде, и с рук, и на рынке, и в зоомагазинах. Когда вы покупаете экзотическое животное, вы, естественно, должны использовать не только, да, не быть очень доверчивыми, да, но использовать свои глаза, вот, и внимательно смотреть за животным. Если вы покупаете зеленую игуану, например, в зоомагазине, то вы можете посетить его несколько раз, посмотреть, как животные себя ведут, да, как их кормят. Вот, необходимо обратить внимание на то, как содержится животное в самом магазине, да, например, если у игуаны в магазине нету ультрафиолетового облучения, нету обогрева, нету никакого источника влаги, и там сухо, как в пустыне, то, в принципе, животное уже изначально, да, неправильно содержится. Если вы приходите на рынок и видите зеленую игуану, которая сидит в наших погодных условиях, да, летом, пускай, но у нас холодно все равно, в клетке, то, наверное, тоже не стоит покупать такое животное. Вот, вы можете ее внимательно осмотреть. Она должна быть прежде всего не истощена, да, то есть надо посмотреть на основание хвоста, хвостик должен быть таким плотным, упругим, и в области, где ножки, да, соединяются с туловищем, там не должны проглядывать все косточки таза. Она должна быть равномерно, относительно равномерно окрашена, вот, должны быть на месте все чешуйки, должны быть на месте пальцы, животное должно хорошо передвигаться на всех конечностях, ножки не должны быть раздутыми. То есть надо очень внимательно это вы перечисляете, я думаю, что надо просто ее рассматривать и рассматривать. Надо рассматривать и рассматривать, потому что, в принципе, вы покупаете животное, да, которое проживет с вами достаточно долго. И если вы собираетесь завести зеленую игуану, я бы рекомендовала купить маленькую зеленую игуану, да, совсем малышку, там, 75-100 грамм, и вырастить ее самому. Во-первых, у вас тогда будет возможность приручить животное. Во-вторых, когда вы покупаете зеленую игуану взрослую, в принципе, это кот в мешке, потому что многие заболевания у игуан, они не проявляются симптоматически до тех пор, пока они не находятся уже в очень такой запущенной стадии. И поэтому, в принципе, покупая просто крупную взрослую игуану, вы можете запросто купить животное уже с имеющейся почечной недостаточностью. Потом это все очень долго и кропотливо лечить. Ну, в принципе, да, конечно, особенно если вы успеете заметить, что это заболевание есть до терминальной стадии.